Музыка Ой, коровушки пошли на выпуск. Такие самостоятельные. Доброе утро, мои дорогие. Правда, особо оно для меня не доброе. Потому что я не сплю уже две ночи. И прям, знаете, вот накипело. Думаю, пойду поговорю с моими хорошими. Хоть кому пожаловаться, блин. Прям даже не знаю, с чего начать-то. А, ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным. Вот, наверное, с чего. Уже неделю я хожу, как выжатый лимон. Вчера был сердечный приступ. Напугала дочку. Ой, никак, что-то я взяла. Не палку для селфи, а штатив этот. Так, ладно, сейчас я буду смотреть на дорогу. А то я, не дай бог, грохнусь на этих кочках. Да, уже дальше некуда. Время 7 утра нет. Зато хорошо, как прохладненько. В общем, ладно, всё, идём. Я вам расскажу, в чём, собственно, суть. А суть вот в чём. Написала мне летом моя старая знакомая, что некуда ей поехать одной отдохнуть. Ну и можно ли она приедет ко мне. Знаю я её больше 30 лет. Но вот сегодня ночью не спала, посчитала. Виделись мы очень редко. Где-то, получается, в среднем раз в 8 лет. В общем-то, на самом-то деле, я её плохо совсем знаю. Ну и, в общем, это так, предыстория. Прилетает девушка, причём она в курсе, что у меня дочь так болеет. И что я-то, собственно, тоже не совсем здорова. Да, всё это в курсе, всё это же мы уже как-то переписывались, общались. Приезжает, встретили, ну, как положено, да, посидели. Она вот, со мной на пляж, со мной туда-сюда. Я говорю, нет, ни пляжей, никаких дискотек. Я говорю, я дочку не могу оставить надолго. Да и смешно это совсем. Ну, что я. Ну, думаю, сказала человеку. Человек же понял. Надо тебе-то, иди куда-нибудь там, в кафе, там, что-то. Но, как оказалось, что она не слышит того, что ей говорят. На следующий день опять шашлыки, ну, ладно, шашлыки, ладно, шашлыки, посидели. Выпили мы с ней по три стопочки, понимаете? И тут началось. Ой, мои дорогие, что было? То ли белочка у неё, то ли просто у неё совсем что-то не в ладах с головой. Цветут ещё. Она бегала, она орала, у неё какие-то истерики. Она вот это, то сумку собирает, убегает. Ну, в общем, она довела меня до того, что я орала. Просто, мне кажется, на крайне на всю волну. Я её взяла за шкирку, хотя она выше меня ростом намного. Просто её выставила за калитку и говорю, иди куда хочешь. Ну, меня-то всё трясёт. Я же вообще, ну, что это? Слышу, скребётся калитку. Ну, я её открыла, думаю, ну чё. И она так тихохонько-тихохонько ушла спать. Утром, значит, ты меня прости. Тра-та-та. Ну, конечно, как каждый алкоголик там. Причин найдём, как себя выгородить. Ну, думаю, ну ладно, может, на самом деле чего. Может быть, у человека просто нервный срыв там. Какой там срыв? Она обещала не пить. Причём я сняла это на камеру. Её обещание. К вечеру пошёл другой разговор. Как не пить? Я же в отпуске. Я говорю, ну, ты понимаешь, мне вот это не надо. А больше такого не будет. Ну, и в результате она опять выпивает какую-то дозу. И начинается. Господи. Вот понимаете, каждый вечер одни и те же рассказы по два, по три раза. Ну, это с ума можно сойти. Вот сидит трезвый человек, да, и вот выслушивает вот этот бред. И всё, ей надо какой-то веселухи. И такой, ну, просто неадекват. Она, видимо, то ли не слышит, то ли забывает, я не знаю. И вот она мне... Почему ты... Вот. А почему ты на море не ходишь? Я ей опять говорю, я не могу Алинку оставить надолго. Я уезжаю, если только вот до магазина и назад. А почему? Она же взрослый человек. Я говорю, ты вообще нормальная. Она лежит. Не дай бог, что случится. И кто ей поможет. Ну, вот я не могу меня. Это просто вот. И вот так всего, чего бы вот мы ни касались, вот так вот. Вот сегодня поехала в Севастополь на экскурсию. На целый день. Так что у нас выходной. Ой, не знаю. Я ничего делать не могу. Я вообще все, что это снимала за неделю, это какими-то урывками. И... Ну, прям без всякого желания. Ничего не делаю. У меня стабилизатор пришел для камеры. Я его даже собрать не могу. Я вот говорю, как выжатый лимон. Да не ругайся ты. Что ты ругаешься? Наверное, будет тут еще до 8-го числа. А самое обидное, что у меня даже нет возможности съездить в Оленевку. Я так хотелось увидеть... увидеться с женщиной. Наташенька, если вы смотрите, вы простите меня, Бога ради. Я правда хотела очень с вами увидеться. Меня прям так тронула ее история. Прям... Ну, куда я вообще никакая. Ехать куда-то. И это... А я ее как оставлю? Чего ей в голову взбредет? Так что, мои дорогие... Те, кто собирается переезжать, жить на юг, понимайте, что к вам будет очередь. И не приглашайте к себе людей, в которых вы не уверены. Я говорю, вон, у меня 6 человек было. Друзья мои приезжали с двумя детьми. Да, был кипиш, конечно. Ну, а как? Ну, чтобы до такой степени, чтобы не спать и скорую вызывать. Ну, это вообще просто в голове не укладывается. И это за неделю. Еще как неделю пережить? Непонятно. Виноградик висит, никому не нужный. Так что, вот так, мои дорогие. Ну, ладно, я хоть выговорилась. А то, ну, прям, правда, накипело. Ну, сил никаких нет. Люди встречаются. Ладно, сейчас пойду. Алинка спит. Я, наверное, попробую поспать. Потому что уже еле хожу. Ладно. Надеюсь, что все будет нормально. Так хочется что-то поделать. Прям руки чешутся. Состояние какое-то не дает ничего. Да и возможности нет. Она вокруг ходит, крутится со своими одними и теми же историями. Ладно, мои хорошие. прощаюсь пока с вами. Пока-пока.